Итак, здравствуйте, с вами Blacks325, и сегодня я буду обозревать моих спин-бакуганов. Спин-бакуган это крутящийся бакуган, но у меня есть три бакугана из второго сезона и два из третьего сезона. Главное, они одинаковые. Здесь два Драго и один Персиваль. Ну что же, давайте начнём наш обзор. Сегодня, кстати, интерактивчик. И завтра или сегодня видео на обзор Sonic Generators и также Let's Play по Call of Duty Modern Warfare 1. Ну что же, давайте начнём. Это Саптера Персиваль. Вот Саптера Персиваль, давайте посмотрим в закрытой форме. Вот он так вот выглядит, очень красиво. Сейчас я открою его ноги. Ну что же, давайте посмотрим. Вот, он очень классно крутится. Мне нравится. Вот он. Он очень классно выглядит. Мне нравится, как он выглядит. Но G у него, к сожалению, мало. Всего 650G. 650G, и он стихии Саптера. Где написано Саптера? Так, народ, я чё... А, вот, вот Саптера. Ой, вот Саптера. Ну что же. Следующий Бакган это Вентус Неодрагоноид. Сейчас я ему открою рога. Ноги. Главное так, чтобы он не открылся. Ноги. И смотрим его раскрытие. Вот, он, конечно, не очень крутится. Но тоже всё-таки крутится. А, я ему ноги плохо поставил. Ну, ладно. Вот, мы посмотрели его вращение. И у него тоже 650G. Чё-то у всех крутящихся по 650G. G, и он стихии Вентуса. Потому что, вот, очень красиво выглядит, как обычный. Но немного различается от обычный. Вот. Мне он очень нравится. Ну что же, следующий крутящийся, это тоже Неодрагоноид. Только это уже Пайрос Неодрагоноид Пайроса. Неодрагоноид Пайроса. Он покруче. Потому что это его оригинальная стихия. Ну что же, давайте начнём. Посмотрим. То есть. Так, вот его открытие. Вот они все так быстро крутятся. Вот он. У него тоже 650G. Но он вот тоже красивый. Вот Пайрос такой вот. Классный. Сейчас я вам покажу. Сколько G. Так. 650G. Тоже 650G. Стихия Пайрос. Вот рога есть. Ноги. Дополнительные крылья. Подкрылки. Как я их называю. Ну, в общем, очень хорошо. Всё выглядит. Он не поддельный. Вот тут кот есть. И треугольные. Такие вот есть. Ну, болты. Ну что же. Следующий. Теперь начнём обозревать третий сезон. Третий сезон. Там два Бакугана. Два Бакугана. Бакугана из третьего сезона. Как я сказал, три Бакугана. Я прервался на некоторую паузу. Вот три Бакугана у нас. Уже посмотрели. И два Бакугана из третьего сезона. Это два... Да, только что сейчас помнил. Помнил имя. Ну, вот забыл. А, вспомнил. Их зовут Фарагспина. Два Фарагспина. Ну что же. Давайте начнём смотреть. Итак, первый Фарагспин это Фарагспин Хаус. На самом деле они хорошо крутятся. Давайте рассмотрим в закрытой форме. В закрытой форме здесь Хаус. Ну, вот он красиво так выглядит. Тут код есть. Давайте. Вот он так крутится. Вот у него лицо. А G у него... Сейчас посмотрим. 730 G. Довольно-таки много. Для второго сезона. Для первого... Для второго это много. А для третьего нет. На 730. Уже давно был. У меня этот Бакуган стёрся немножко. Ну что же. И теперь последний Бакуган, которого мы смотрим, это Фарагспин Пайрос. Фарагспин Пайрос выглядит так же в закрытой форме, как и Фарагспин Хауса. Ничем не отличается. Вообще ничем не отличается. Давайте смотрим раскрытие. Ну, так же вот крутится. Мне нравится. Вот. Вот мы видим. У него вот здесь Пайрос написано. Тоже есть код. Который до меньшинств ещё не открыт. Ну что же. Сейчас я найду здесь Джи. А, у него Джи немного поменьше. 720. Вот эту 720 Джи. 120 Джи. Мне нравится, как выглядит этот Бакуган. Очень классный Бакуган. Ну что же, давайте поставим его на место. И будем их закрывать по очереди. Итак, первый Бакуган, который мы закроем, это перси вальсаптеры. Сначала мы закрываем ноги. Потом мы закрываем голову и крылья. Потом мы закрываем вот эту штуку, которая так. И только потом вот эту. И надо посмотреть, чтобы голова обязательно сходила со стихией. Ну, чтобы хоть рядышком было. А то будет вот наоборот. Но он не крутится, потому что он сошёлся со стихией. Ну что же. Теперь неодрагонод. Неодрагонод. Закрываем ему ноги. Закрываем ему рога, голову. Сначала крылья, потом голову. И потом вот это крыло мы закрываем. И всё. Тоже надо смотреть, чтобы вот такая дырочка была. Чтобы они тоже сошлись. Также с Пайрос. Неодрагонодом. Спин неодрагонодом. Я его так называю. Крылья, потом голова, рога. Ну, в общем, проделываем ту же операцию, что и... Проделываем ту же операцию, что и с Вентусом. Да, чё-то он немного открывается. Так, так, так. Сейчас мы тебя закроем. Подожди. Так, вот Пайрос всегда... А, вот... Всё вроде. Вот всё, он закрылся. Вот, тоже красивый. Ну что же, а теперь фораг спины. Фораг спинов очень легко складывать. Мы берём, закрываем вот такие вот штуки, которые его крутят. И быстренько находим вот такие вот отверстия. Ворочим крылья и вот так складываем. Всё очень быстро и легко. Ой. И так же второго мы складываем. Сейчас. Так же мы складываем второго. Вот, второго так же. Мы берём вот эти. Находим дырочки. Вот дырочка. И вот так это закрываем. Сейчас что-то тут заело. А, вот всё. Сейчас должно... Плохо дело. Вот всё, закрыли. Фу. Это было очень тяжело. Вот так вот мы его закрыли. Ну что же. Мы посмотрели моих пять спин Бакуганов. Прошло уже девять минут. Почти девять минут. Давайте посмотрим, на какой карте это проходило. Это происходило на карте Форест Фаер. Которая добавляет 60 к Пайрусу, 103 к Каквусу, 90 к Саптери, 110 к Хаусу, 8 к Даркусу и 160 к Вентусу. Если эта карта находится в использованных, ну, какого-нибудь игрока, то Пайрусу, Даркусу и Саптери и Бакугану добавляется плюс 50 G. Вот такая вот карта. Ну что же. Мы посмотрели Бакуганов. И теперь давайте посмотрим наши любимые вопросы. Итак, первый вопрос нам задает Егорушка 001. А ты хочешь Бакугана полупростого, полуловушку, полуоружие, полу Бакуинана? Ну, я не знаю, как это будет выглядеть. Это что-то будет, не знаю, такое... Ну, я не знаю. Ну, может, это Фарброс уже. У него есть и... Все у него там есть, короче. Но, не знаю, такого Бакугана вряд ли можно сделать. Ну, если бы он был, я бы его хотел. Вот, честно, могу тебе приснуться. Следующий вопрос задает New Games New. Вопрос. Что тебе больше нравится, Бакуган или игры на комп? Ну, я не знаю, что больше будет. Ну, нравится. Ну, как-то одинаково. Но игры на комп, они будут вечно. А Бакуганы не вечно. И уже, наверное, через 10 лет про них все забудут. А про компьютерные игры никто не забудет. Я вот думаю, что вот так вот. Ну, что же. И сейчас будет последний вопрос. Так, где он? Так, так, так. Сейчас мы его найдем. Так, 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 сейчас, сейчас. Ну, что же. И последний вопрос нам задает Вован Супер 23. Это уже старый вопрос, который был месяц назад. Но мне что-то мало вопросов прислали. Давайте шлите свои вопросы как можно больше. Все давайте быстренько. Ну, а Вован Супер 23 у меня спрашивает. Какой твой любимый сезон Бакуган? Мой любимый сезон Бакуган, это, конечно же, четвертый. В четвертом сезоне дополнительно много всяких штук. А в третьем, в третьем, вон, мне как-то там войнушку уже Бакуган переделали в какую-то войну. Коловните модер РФР3, а? Ну, я не знаю, вот. Где-то так, там война какая-то. А вне нового строя там Бакугана тупые, не сильные. А вообще про первый, про классику я не говорю вообще. Ну, четвертый, вот это самый крутой, это пока считается. Ну, что же, вот такие у нас были вопросы. И победителем становится... New Games New. И одно из видео у меня на канале будет у него. Ну, что же, он становится победителем. Ссылка на его канал вот здесь. Вот она здесь, вот тут вот. Можете зайти, подписаться на него. Потом подписывайтесь на меня. Оставляйте свои комментарии. Ставьте пальцы вверх. Пальцы вверх победителем интерактива. И вообще, всем ставьте пальцы вниз. Кроме Ромы Желуди. В нему ставьте пальцы вниз. Потому что он говно. Ну, ладно. С вами был Blacks325. Всего вам доброго. Как сказать? Удачи жизни. Пока.